Прицеливая планка постоянная, одиночники, огонь! Для школьников из Владимирской области военно-патриотические сборы фрегат – главное событие этого года. Стрельба из пистолета Ярыгина и автомата Калашникова, изучение устройства парашюта, занятия на специальных тренажерах по воздушно-десантной подготовке и многое другое. А еще военная эстафета, к которой команды готовились почти весь год. Накал борьбы почти как на чемпионате мира. Участниками сборов стали почти 100 школьников из разных военно-патриотических клубов Владимирской области. Школьники попробовали себя в роли профессиональных военных, узнали, как себя вести во время химической атаки и как правильно переговариваться по рации. Никогда не говорить никаких фамилий своих начальников. Только позывные. Мой позывной центральный, ваш позывной первый, второй, третий, четвертый. Это командир, вы подчиненные, тактическое звено. Проверяем связь. Говоришь, первый я центральный. Первый я центральный. Центральный я первый. Участники сборов посетили центр управления полетами, где в режиме прямой связи смогли пообщаться с космонавтами. Александр Скворцов и Алексей Овчинин поприветствовали ребят и поблагодарили за рисунки. На борту МКС находятся работы владимирских школьников, победивших во всероссийском конкурсе. Это частица нашей родины. И спасибо всем огромное, кто поучаствовал в этом конкурсе. И хочу поприветствовать всех, кто сегодня пришел в центр управления полетами. И хочу поприветствовать участников сбора фрегатов. Конкурс шел два года. Собиралось межрегиональное жюри. Участвовало пять субъектов федерации, в том числе Владимирской области. По три рисунки, посвященные разным темам 75-летию образования Владимирской области. Посетили школьники и центр подготовки космонавтов, где увидели учебные тренажеры и даже заглянули на станцию «Мир». А еще узнали, как будущие космонавты учатся передвигаться в космосе, используя тренажеры «Орлан». Можно попробовать себя в роли летчика даже на некоторых тренажерах для этого. Также можно попробовать себя в роли космонавта. То есть есть специальный тренажер, в котором эти космические перчатки можно проводить какие-либо действия. Болт подкрутить или что-то такое, чтобы понять, какую тяжелую работу космонавты выполняют в космосе. Да, я для себя выбрал профессию. Я хочу стать военным. Именно хочу поступать в пограничный институт. На вопросы ребят ответил космонавт-испытатель Сергей Куть-Сверчков. Школьников интересовало все. От подготовки до нюансов работы в космосе. Многие думают, что это невозможно стать космонавтом. И ребята удивляются, когда я им объясняю, что все возможно, если есть стремление, если есть желание. После того, как появляется желание, появится и действие. Хорошо, что дети любопытные. Есть тенденция к такому любопытству в сторону космонавтики в современном мире. Это очень-очень радует. Почти все занятия проходят на базе учебно-тренировочного комплекса ВДВ. Военно-патриотический сбор и фрегат продлятся неделю. Борис Пучков и Дмитрий Шаталов. Губернии 33.